Привет, привет, привет! О, класс, 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 класс! Когда меня пригласили, попросили рассказать о чем-то важном для меня. Сказали, если бы это будет неинтересно всем остальным, ничего страшного. Ну, я надеюсь, что-то одно совпадет. Значит, что мне важно? Я как диджитал-агентство, я бы хотел участвовать в каких-то крупных, интересных, важных проектах. И мне бы хотелось, чтобы мой вклад в эти проекты, да, моя роль, она была тоже, имела ценность, желательно уникальную ценность. И также, ну, искренне могу сказать, что я бы хотел оказывать влияние, да, на клиентов, с которыми мы работаем. За счет своей ценности, за счет своей уникальности. А теперь попробуем вот на это посмотреть в разрезе веб-дизайна, да, которым мы занимаемся. Немножечко порассуждать, подумать о нем. Целью, задачей, как правило, любого веб-дизайна является некое действие. То есть это, например, покупка, предоставление информации, получение персональных данных. Ну, в любом случае какое-то действие. И в принципе работает стандартная связка. То есть мы предоставляем некую информацию, даем некий функционал за счет интерфейса. И, собственно говоря, ну, в хорошем случае получаем то самое действие. И есть несколько примеров, да, вот этой связки. Вот, например, сайт, это я прямо перед конференцией, ну, делал скриншоты, сайт правительства России. Ну, в целом мы видим информацию, здесь какой-то интерфейс, наверное, что-то мы можем сделать. Ну, к минимуму посмотреть ту самую информацию. Либо же сайт Московского государственного университета. Ну, в целом у аудитории этого проекта у него крайняя степень мотивации, взаимодействия. И, по большому счету, что бы они ни сделали, ну, все будет работать, все будет работать на эту задачу. Ну, или Wildberries тоже, как по мне, ну, без разницы, что они там нарисуют. Ну, как бы главное, чтобы логистика работала. И мы имеем некий такой первый левел, да, вот именно работа с информацией, работа с функциональностью во имя какой-то задачи. И в целом, ну, вроде как все работает, но мне, как агентству, да, это не совсем интересно. То есть мне сложно реализовывать какие-то свои творческие задачи, да. Мне интересно работать с креативными методологиями. Мне интересно усложняться. И в данном случае это, ну, мягко говоря, не совсем то, чем я бы хотел заниматься. И, соответственно, мое влияние, да, которым я честно заявил на моих клиентов, оно тоже, ну, достаточно ограничено. Соответственно, с чем интересно, да, то есть мы можем добавить к этой связке эмоцию. И вот здесь уже начинается какая-то история, когда мы, ну, работаем с креативом, да, то есть как-то самореализуемся. То есть мы можем работать, например, делать какой-то классный продакшн или, например, не впрямую работать с продуктом, а показывать, что он принадлежит чему-то большему, думать, как эту эмоцию вызвать. Да, например, сейчас был это углеволокно. И, соответственно, ни одна из отраслей промышленности не может без этого волокна работать. И как бы это круто раскручивать. То есть мы работаем с продуктом не впрямую, а мы показываем, насколько он важен во всех отраслях. И, ну, это уже вот интересная история для дизайнеров, для стратегов. Интересно. Так, ну, окей. Да, или мы работаем с контентом, работаем с инфографикой, работаем с графикой. То есть здесь также участвуют там копирайтеры, графические дизайнеры, интерфейсные дизайнеры. У тех, в принципе, это, ну, форсит и происходит какая-то реализация. Или мы можем не просто рассказывать про продукт, а мы можем рассказывать интересные истории. Можем описывать продукт в виде стори-тейлингов. Ну, и вот это вот все. Так, окей. И здесь мы получаем, да, некий второй левел, да, когда у нас к информации и к действию подключается уже эмоция. И в целом, это уже интересная история. На ней можно достаточно долго работать, долго реализовываться. Но все равно в определенный момент, когда мы, ну, несколько лет или множество проектов мы по ней проводим, мы понимаем, что есть все равно некая локальность. Некая локальность, некая ограниченность. И как раз эта локальность сосредоточена внутри продукта, ой, внутри проекта. То есть мы как бы не можем выйти за рамки проекта. И наше влияние тоже сосредоточено внутри этого проекта. Ну да, и что дальше, собственно говоря? Интересно. Да. А дальше мы вспоминаем о том, что, собственно говоря, мы же занимаемся коммерческим дизайном, занимаемся коммуникационным коммерческим дизайном. И в целом классно, если наши действия, они будут, и наш креатив, он будет работать именно в контексте бренда. И те решения, которые мы делаем, мы интегрируем их в экосистему бренда. И здесь... Да, интересно посмотреть, как выглядят крупные брендбуки или средние, маленькие брендбуки на странице веб-дизайна. То есть мы открываем это вот тоже из открытых источников, открываем страницу оформления интернет-проектов компании RGD. Я видел множество таких брендбуков. Они все примерно одинаковые. Все, что мы там видим, это, ну, например, как нужно расположить логотип в левом верхнем углу, сколько пикселей нужно отступить. Либо же еще оформление меню. Как правило, оно такое типа из нулевых, может быть, из десятых. Вот это оформление меню. И, собственно говоря, это на самом деле не проблема для нас, как для диджитал-агентства. То есть это означает, что мы можем заполнить эту графу. И при работе с интернет-проектами, с веб-проектами мы можем выйти за рамки его, выйти в рамки диджитал-брендбука. И те решения, которые формируются, если мы будем думать системно, если мы будем заниматься не просто аппликацией логотипа, а интеграцией, визуализацией, там, интерпретацией, айдентики или формированием новой диджитал-айдентики, мы выходим за рамки проекта именно в диджитал-брендбуке. Ну да, это вот бренд отдельный, интерфейс отдельный, креатив отдельный. К тому слайду был, забыл я нажать, ну ладно, ничего страшного. Какой пример? Это новый брендинг компании Сибур. Делал его интербренд, все круто сделали. И вот здесь можно посмотреть, что вот это тоже мы формировали отдельно диджитал-брендбук. То есть мы делали не только сайт, мы делали параллельно, именно, ну да, собственно говоря, дополняли интербрендовскую работу. Для того, чтобы можно было это масштабировать на различные другие проекты. Так, пытаюсь с таймером разобраться, это еще 13 минут, да, ой, ничего себе, сколько времени. Вот. И, собственно говоря, да, здесь речь идет не только об аппликации, здесь речь идет о проработке и уже глубокой интеграции. Потому что мы, как веб-дизайнеры, как диджитал-агентство, мы очень бережно относимся к интерфейсу. То есть бренд-дизайнеры, графические дизайнеры, то есть там, ну, перекос идет чуть-чуть в другое. То есть вот кто работает с вебом, он именно ценит баланс интерфейса, ну, как там все это работает. И, ну, кому, как не нам заниматься именно вот этим бережным переносом и развитием вот этой истории. Да, и можно пойти дальше. То есть если, например, графика была плоской, в плоском бренд-буке, то ее можно интерпретировать и делать какие-то вещи, которые дают возможность именно веба. То есть делать моушен, делать интерактив, делать какие-то более глубокие, интересные, объемные вещи. Как, собственно, да, произошло с Сибуром, то есть вот эта концепция с 3D-айдентикой, моушен 3D-айдентика, она в итоге легла в основу главной страницы. Это все достаточно тоже интересно и как раз, ну, в нашем случае мы, ну, самореализовались на этом проекте, как хотели. Да, или же еще пример, вот бренд-бук Microsoft тоже из открытых источников. То есть классный бренд-бук на самом деле, примерно все страницы вот так и выглядят. И давайте посмотрим, как бразильский моушен-дизайнер Нанда Коста поработал для моушена. То есть здесь тоже мы видим, что это не просто аппликация, логотипы или такой, ну, поверхностный как бы разбор. То есть он очень четко прочувствовал, как именно работает и именно в своей работе очень глубоко и тонко интегрировал эту айдентику. То есть она и красивая, она и в контексте бренда интегрированная. И выглядит это клево. Очень крутой, кстати, чувак. Мы прям следим за ним, нам очень нравится. Так, ну и да, в принципе можно использовать это как и подход в разработке, когда мы не просто рисуем страницы, да, формируем UI-кит, формируем там библиотеку для фронта. То есть нужно не путать с дизайн-системой, о том, о чем я рассказываю. То есть Digital Brand Book это дизайн-система только, ну, именно его следствие. Здесь идет речь о работе, ну, с какими-то креативными или идентичными форматами. Новая жизнь веб-дизайна внутри процессов брендинга. Да, и мы получаем некий третий уровень, который также работает с задачами, работает с информационным проектированием, работает с информацией. Мы не забываем про эмоции, чтобы это все было интересно и нам, и людям, которые взаимодействуют с этими продуктами. Но также мы, как бренд-стратеги, мы выходим за рамки проекта и уже влияем на общую стратегию компании, на общую бренд-стратегию компании. Да, а есть ли что-то еще? Короче, я прогонял эту презентацию, мне кажется, может быть, три или четыре раза. Это на самом деле такой интересный опыт уложиться в 15 минут, вот этот этот формат. И, собственно говоря, я ни разу не уложился. То есть у меня все время было 16 минут, 18 минут. Все время думаю, ну как же это так? Обычно, ну полчаса, 40 минут ты рассуждаешь про какую-то свою тему, не знаю, потом там общаешься с вопросами. И вот сейчас я смотрю на таймер, у меня еще 9 минут, а это почти конец. Непонятно, как я репетировал, конечно, но это интересно. Тебе просто повезло, что предыдущие спикеры оказались быстрее. Возможно, да. Так, ладно, продолжим. Контекст бренда видим. В целом мы работаем дальше, да, сохраняем контекст бренда, но… И как раз мы переходим к теме секции про креативный диджитал, да, про WebGL, 3GS и вот эти все истории. И мы говорим, ну такой термин, не знаю, есть он или нет, диджитал ферст брендинг, мне показалось, он вполне себе отражает, о чем я хочу рассказать. Это проекты, которые не просто переносят какие-то ценности или какой-то креатив из офлайна в онлайн. Да, то есть я сказал о том, что есть офлайн брендбуки, и мы как веб-дизайнеры можем бережно переносить всю эту историю в онлайн, аккуратненько с ней работать. Здесь же идет речь о том, что сама работа в вебе, она автономно несет в себе ценность, она сама по себе цена за счет технологий, за счет идей, которые там реализуются. И она, понятное дело, работает в контексте бренда, да, как Nike, но то, что там происходит, вот эти все спецпроекты и прочее, они формируют некую такую уникальную диджитальную же идентичность. И эти сами проекты, как я еще раз сказал, да, они начинают работать уже автономно от онлайна, в том числе и за счет технологий, в том числе за счет веб-джеля, как, например, там, не знаю, на Nike раньше мы могли собирать какие-то свои кроссовки, заказывать, и они приезжали в Россию, представляете, как было. Либо же пример, да, о том, что очень крутые проекты, которые спецпроекты делает Gucci. То есть, с одной стороны, Gucci сам по себе очень крутой бренд в оффлайне, он реально выделяется, интересно за ними наблюдать. У них есть проекты, которые, ну, отражают всю их оффлайн идентичность, там, спец, ну, официальный сайт, интернет-магазин, товары. Но у них есть целое семейство спецпроектов, они практически все на веб-джеле, которые формируют некую, ну, собственную уже новую какую-то историю. То есть, это некие новые решения, новое взаимодействие. То есть, они берут принципы не визуальные, а принципы, не знаю, там, новаторства, чего-то смелого, чего-то яркого. И смотрят, а что сейчас круто в вебе, и делают новую историю. И каждый новый проект, ты думаешь, о, ничего себе круто, это как бы вроде и не из брендбука Gucci, но чувствуешь ты примерно как, ну, что-то похожее. И он начинает уже иметь собственную ценность, отдельную от оффлайна. И здесь нужно понимать, что с этим работают как раз тоже веб-дизайнеры, работают веб-стратеги. Это не какие-то там отдельные люди. Это вот новая формация дизайнеров, которые понимают, как это работать, как работать с аудиторией, как запускать эти проекты. И, ну, это и волнует, и, ну, не знаю, вдохновляет одновременно. Да, или же проект для Squarespace – это сервис на типа, наверное, тильды, то есть конструктор сайтов. Конструктор сайтов, и они сделали проект с Адамом Драйвером, когда он задается вопросом, что как это так сайт сам делает сайты, может ли человек делать человека, там что-то про сингулярность, отснята куча всяких тематических роликов специально для сайта. И все это интегрировано, опять же, в работу с тем же самым WebGL, когда мы можем насоздавать, то есть мы можем выбрать любой из этих шаблонов и, в принципе, на этом шаблоне создать сайт, а можем раскопировать того же самого Адама Драйвера. То есть мы с одной стороны можем копировать сайты, с другой стороны можем копировать Адама Драйвера. И все это в одной такой проектной истории. И ты тоже понимаешь, что чуваки, которые занимаются спецпроектом, эти же веб-дизайнеры, они, ну, спродюсировали, я не знаю, написали сценарий, запилили сайт, сняли ролики. То есть это какое-то суперкрутое диджитал-агентство. И ты понимаешь, что это, ну, тоже наши веб-дизайнеры. И вот вспомните про… вначале, да, я показывал проекты, где есть какая-то функция, есть какое-то действие, давайте пульнем в людей информацию, наверное, они купят, им уже больше негде покупать. Ну, не у нас, на Азоне там, да, и все. И как бы, ну, ты этим пользуешься. И когда ты видишь, что еще может быть, да, на как раз вот этом четвертом левеле, ну, это волнует действительно. Да, либо же не такой крутой проект, но тоже интересно, да, когда мы делали сайт для фонда Шарафа Рашидова, это фонд из Узбекистана, за счет технологий и за счет, ну, какого-то желания мы делали не сайт музея, а мы смогли сделать сайт музей. То есть, в принципе, это, ну, почувствуйте, да, немножко разницу сайт музея и сайт музей. То есть, со своими экспонатами. И вот эта история, она уже может переезжать в офлайн. То есть, они устраивают какие-то экспозиции, выставки, у них стоят панели, и можно подойти там на сайте, посмотреть эти экспозиции, которых нет на самом деле в онлайне, ну, не существует, в оффлайне, не существует в обычной жизни. Но при этом им интересно было собрать всю эту историю фонда, и за счет вот этих технологий, за счет такого подхода к вебу это получилось, и это тоже, ну, достаточно крутой проект, как мне кажется. Да, и здесь мы вот как раз имеем четвертый уровень, ну, который мы вот так с легкой руки обозвали Digital First Branding. А, собственно, и все. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok